Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 17 сентября и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в пятницу мы видели движение по нисходящей, обновили локальный максимум в первой половине торговой сессии, затем уже к концу закрылись в области не 16-21. Общая тенденция на текущем уровне сохранится восходящая, цель роста – это движение в области 1.1847. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальной значении в четверг, который был зафиксирован по цене 1.1607. Пока евро-доллар торгуется выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. По паре британский фунт-американский доллар сохраняется, тенденция также восходящая, цель роста – это движение в области 1.3244. Ближайший разворотный уровень отмечаем на уровне минимальной значения четверга, который был зафиксирован по цене 1.3025. По паре американский доллар и канадский доллар к концу торговой сессии пятницы мы увидели пробитие максимальной значения четверга, что на текущем рамках часового таймфрейма говорит о завершении нисходящей формации, которая у нас двигалась с начала сентября, и переход в фазу восходящего движения, по крайней мере, в рамках часового таймфрейма с цельными ростами до 1.3224 и 1.3290. Возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальной значения 13 и 14 сентября, которые зафиксированы по цене 1.2973. По паре американский доллар и японская иена сохраняются тенденцией восходящего, в пятницу обновили локальный максимум, следующая цель роста это движение вовы 112.58. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальной значениях пятницы, который был зафиксирован по цене 111.70. По паре австралийский доллар и американский доллар, в пятницу к концу торговой сессии мы закрепились ниже минимальной значения четверга, что в рамках часового таймфрейма у нас переводит в фазу нисходящего движения по данному активу с целями снижения до 70.67. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 72.15. По паре еврофунт на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая, но в последней несколько торговых сессий мы движемся в боковике, уход выше максимальной значений, которые были зафиксированы в конце прошлой недели, а именно отметка 89.32 откроет предпосылки для вновь возобновления роста с целями 90.63. Уход ниже минимальной значений в прошлой неделе подтвердит настрой нисходящего движения, и цели будут прежними, это 88.22. По золоту на текущий момент мы видим также переход в фазу нисходящего движения, который произошел у нас в пятницу, после этого у нас тенденция нисходящая сохраняется, и цели по снижению это область 1178. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значений, которые были зафиксированы также в пятницу по цене 1208. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение, цели по снижению это уход ниже отметки 76.94, но возврат к покупкам будем рассматривать после обновления максимальной значений пятницы, который был зафиксирован по цене 7878. По индексу DAX на текущий момент сохраняется тенденция восходящая, цели роста это движение в область 12446, но и ближайший разоротный уровень отмечаем на минимальной значениях пятницы, который был зафиксирован по цене 12073. На момент записи видео мы видим, что часовая свеча пытается закрепиться ниже данного уровня, но чтобы говорить о пробитии, нам необходимо дождаться по крайней мере одну свечу, которая и откроется и закроется ниже данного уровня, поэтому будем следить за тем, как ситуация будет развиваться. Но на текущий момент тенденция восходящая сохраняется и пробитие пока не подтверждено. По биткоину сохраняется тенденция восходящая, цели роста движения это уход выше максимальной значения 14 сентября и движение дальше по направлению на 7400 долларов за один биткоин. Возврат к продажам, а значит и ближайший разоротный уровень будем отслеживать после пробития минимальной значения, которые были зафиксированы вчера в воскресенье по цене 6316 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...